Юлечка, угощайся сливой! Видишь, какая у меня слива? Это ваша? Да, конечно, черноокая. Нравится? Вот четыре года она такой хороший урожай дала. Очень вкусная, кстати. Сладкая. Понравилась тебе? Ой, какая-то косточка странная. Какая-то полая как будто. О, да там личинка. Ты не видишь, что ты что-то ешь. Да это пилильщики. Октябрина. Да, бери другую скорее. Это пилильщики. Это, знаешь, личинка пилильщика, а их два пилильщика, черный и желтый. Забралась личинка, она выедает вот это в мезгу и подгрызает косточку. Вот она и косточка такая. Ты личинку съела? Ничего, это мясо нормально. И что делать? Пойдем сейчас к сливе. Мы поработаем, подготовим ее к зиме и обработаем от этих пилильщиков, чтобы на следующий год ты приехала, попробовала сливу, чтобы там не было личинок. А то мне неудобно просто. А мне вот не попалась никакая личинка. Вам повезло. Да, давай, пошли. Всем привет. Меня зовут Юлия Ягофарова и это «Жизнь на даче». Сегодня мы в гостях у Октябрины Ганечкиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие, любимые садоводы и огородники. Октябрина, расскажите, пожалуйста, как подготовить сливу к зиме? Все косточковые, они более теплолюбивые, чем семечковые. Косточковые – это вишня, относится черешня, вот именно и слива. И вот начнем с того, что я каждый год начинаю с корневой системы. Я укрываю, то есть мульчирую корневую систему, потому что когда косточковые начинают засыхать, некоторые не знают, что за причина. А оказывается, вымерзла корневая система, потому что, может быть, почва сухая была. Или не замульчировали, не закрыли. Поэтому давай быстренько. Да, давай. А когда нужно это начинать делать? В каком месяце? Ну, можно вот сейчас, конец сентября, пожалуйста, работайте. И до какого можно? Да, весь октябрь. Весь октябрь. Что делаем? Делаем, берем землю, вот земли берем, да? И давай, по-быстренькому, что мы сюда добавляем? Да. Давай, добавляю я золы. Сколько? И на сколько? Да вот, на два ведра вот здесь, вот, стакана три, не жалейте. Размешивай, Юлечка, пожалуйста. Так вот, да? Да. Теперь добавляем нитрофоски. Чего? Нитрофоски, это такое удобрение. А вот на ведро, на два ведра тут три ложки, четыре можно, да? Ну, вот так как почва у нас все-таки такая кисловатая, мы добавим еще доломитовой муки. Я везде добавляю доломитовой муки осенью, весной нельзя добавлять. Почему весной нельзя? Ну, все-таки некогда, и как ты будешь добавлять, когда все, сейчас мы вот так вот добавим быстро, именно все это сделаем осенью. Так, да глубже, глубже копай. Значит, так. Так. Перекопали? Это вот все. Циолита мы еще добавим, подожди. Циолита, это у нас... Циолита на ведро примерно 200 граммов, значит, 400 граммов, может, 500. Октябрина, а я вот слышала, что слива любит азот. Слива любит калий, Юлечка, калий. Если, например, вот на первом месте это калий для сливы. Почему? Потому что если не хватает калия, то вот я тебе просто расскажу вот на этом листочке. Вот, когда не хватает калия, то вот эти вот жилки, видишь, жилки, вот жилки, они останавливаются, они не растут. А пластинка сама листовая растет, и вот она надувается, и получается листочек такой деформированный, надутый. Это если калия не хватает? Да, если калия не хватает. А в дальнейшем края начинают желтеть, калия не хватает, продолжается. И они прямо становятся коричневые, и весь лист засыхает. Вот что значит, для сливы не хватает калия. А как это потом на ягодах сказывается? На ягодах никак не сказывается, они не растут просто, потому что листья не работают по-настоящему. Слива просто засыхает от недостатка калия. А я еще слышала, что если слишком много дать удобрения сливе, то она вообще погибнуть может. Ты не переживай, наши огородники много удобрения не дадут, потому что у нас не так много денег, чтобы нам покупать столько удобрений, чтобы нам сливу засыпать. Мы и так собираем и еле-еле находим. Вот, и теперь давай высыпаем. Прямо руками, да? Ну, можно так вот. Насколько высоту нужно это сделать? Ну, сантиметров 10. Вот так вот. Пошире, пошире. Вот тут мы засыпали. Вот так вот все. Вот так вот. Давай. Так. Ох, как хорошо засыпали. Вот так, смотри. Разравниваем, да? И вот так вот уплотняем, уплотняем. Ох, сколько сегодня мы поработаем. О, видишь, как хорошо. Вот это уже очень большая работа. После этого вот берем, а теперь еще даем калий в жидком состоянии, а это гумат калия. Вот тут 10 литров воды, да? И мы калия очень много дадим. Сколько? Ну, вот здесь вот смотри, 250 миллилитров, мы примерно половина, не пожалею. То есть для слива, для этой. Вкусная слива? Очень вкусная слива. Надо. И вот такая молоденькая, а уже столько я дала плодов. Смотри. Раз, два, три. А как называется удобрение? Калий просто. Сульфат калия, суфлер для плодово-ягодных культур. Ну вот прочитай. Правильно? Да. Вот. Натуральный, хороший, концентрированный такой. И проливаем уже, потому что мы замульчили. И вот смотри, как льем, да. Вот прямо вот сюда тихонечко поливаем, чтобы у нас... Вода тёплая должна быть, да? Ну нет, холодная. Зачем тёплая? Ну у нас из бочки вода. Из бочки. Вот так вот медленно, медленно. Видишь, как всё впитывается. Потому что там земля была перекопана уже давно. Хорошая. Всего 10 литров нужно, да, добавить? Да, 10 литров подкормки это достаточно. Видишь, как хорошо. Да, вот так вот поливаем. Октябрина, мы с вами полили, мы с вами замульчировали. Вот расскажите, какие вредители опасны для сливы? Для сливы прежде всего я все стволы защищаю кору на стволах от грызунов, от зайцев, от мышей, от крыс. А как вы защищаете? А защищаю, вот смотри, очень простой метод. Берём вот такой вот карандаш. Клей-карандаш. Да, клей-карандаш. Первый раз такое. Да ты что? Для сада. Для сада, держи. Вот так вот открываем. И вот так, смотри, проводим. Вот так вот. Раз. Вот так вот проводим. Так. Мажем. Ага. Он совершенно безобидный. Он не смывается пока. Летом всё будет хорошо. Вот. Так. И вот смотри, давай теперь перец. Красный, чёрный? Красный давай. Давайте красный. Он жгучий. А чёрным тоже? Вот землю мы посыпем. Ага. Ты можешь... Каким ты будешь? Я буду чёрным. Давай, ты чёрным, а я красным. Чего? Вкусно пахнет. А сейчас вам печенька. Давай, посмотри. Вот так вот и насыпаем. Вот. Ух ты. Да, видишь? Прям красота. А можно прям вот так? О, чёрным. Чёрным ты вот так вот вокруг. Вот так. Ты много-то не сыпь. Ну, пакетик вот так, равномерно. Вот так вот. Вот так вот. Видишь? Ой, тут уже не только тут медведь не подойдёт. Вот. И самое главное, вот таким образом. Всё. Больше ничего не надо делать. И всё уже, мы защитим. Октябрина, я знаю, что сливу нужно обрезать. Да. Как её обрезать? И когда её обрезать? Слива, она быстро растущая. И она такая, как... Одни побеги обгоняют друг друга. Ну, вот смотри. Вот эта вот идёт ветка в центр, да, в центр. Её можно обрезать? Обрезать. Где секатор? Вот секатор. Вот её можно обрезать, да? Обрезаем, да? Обрезаем. Как правильно это делать? На кольцо обрезать до конца. Вот так. Раз. А почему пенёчки нельзя оставлять? Потому что не надо, они загнивают, и всё. Вот, например... Ой, от перца. Будьте здоровы. Подожди, сейчас. Это от перца. Вот смотри. Вот они идёт, видишь? Тут два. Два. Разветвление такое. Значит, одну отрезаем. Бывает третье, их как в виде. Давай. Одно, вот которое... Вот это вот давай обрезаем. Ближнюю, да? Да, ближнюю. Обрезай. Ого, молодец. Так. Так. А вот это вот маленькое, например, не надо? Я уже тут обрезала. Нет, это пока не надо. Вот ту ещё мы обрежем. Давай. Давай, видишь? Можешь ближнюю, можешь верхнюю. Вот. Так, обрезай. Ух ты ж, какая крепкая. Крепкая. И давай верхушечку подрежь, что она уже... А, вот так? Да, давай. Перед листочком. А зачем обрезать нужно? Чтобы она вверх не росла? Ну, конечно. Ну, формировать, чтобы она хоть какая-то форму какую-то имела красивую. Зачем мы обрезаем? То одна туда, другая треть отсюда. В середине, чтобы воздух хорошо проходил. Не надо, чтобы в середине много веточек. Вот у меня вопрос. Ага. Да. Вот у меня вопрос. У нас много всего есть. Мы тут уже использовали практически всё. Зачем здесь лежит кирпич? Кирпич? Ой, сейчас с этим перцем так хочется чихать. Ну, ладно, давай кирпич. Вот эта ветка, видишь, как на ней будет мало урожая. Давай её наклоним. Почему на ней будет мало урожая? Подожди, чихну. Будьте здоровы. Вот так вот, смотри. Хотя бы, ну, немножечко в наклон. Потому что все ветки в наклоне дают больше урожая. Да. Давай мне кирпич. Я там уже шпагат подвязала. Вот. И сейчас мы с тобой вот так привяжем. Дай бог, чтобы ветка, конечно, не обломилась. Так. То есть в идеале ветка должна быть под каким углом? Вот под 45 градусов вот такой. Ну-ка, сейчас посмотрим. Это мы её сильно сейчас опустим, мне кажется. Нет. Она потом отпустим её, она возьмёт нормальное положение. Ой, работы в этом саду миллион. Будьте здоровы. Я перцы намазала тебе. Так. Подожди. Ну, ты не сыпала, а я взяла перчатка. Ну-ка, давай. Итак, ну-ка, тихонечко. У-у-у, как здорово. И вот так оставляем. И так оставляем. На целый год? Да. Ну, до весны. До весны. Да, до весны пусть висят. И так ко всем веткам привязать. Ко всем веткам? Ну, вон стоит ветка. Нам надо, чтобы они все были вот так вот немножечко в наклоне. И на следующий год... Вот такого я никогда не видела. Никогда не видела. Никогда не видела. Ты понимаешь, вот все веточки, вот там ветка, видишь, стоит. Да, да. На ней не будет вот плодов. И смотри, ну, можно как-то покрасивее кирпич выбрать какой-то. Можно, а можно так, вот когда ветка есть, вот, например, ну, вот так вот можно, а вот так она... О, ой, что я наделала. Сливу испортила. В елке кельмандоге. А можно это как-то подлечить? Может, прилепить ее? Надо просто чем-то тут перевязать. Октябрина. Ну, а мы вот если замотаем, он вылечится? Да, вылечится, давай заматывай. Ну, что такая вот... Я просто хочу всем сказать, садоводам, надо очень осторожно. Но я вот такая сегодня вот прямо вот... И вот сломала. Ну, пока сока движения еще идет хорошее. И сейчас вовремя мы все забинтуем. Вот так забинтовы, как можно больше и крепче. И все будет отлично, я уверена. Вот так прям. Слива. Еще? Ну, конечно, что это? Надо еще. Прямо много-много. Ветка такая мощная. А, сейчас тут еще комары. Комары вообще обозлились. Комары? Это хорошая погода. Да? Угу. Давай. Прямо вот так вот. Давай. Обматывай. Ага. Ну, вот, вот так. Ну, все, она вроде держится. И вот так вот. Нет, давай я еще попробую. Вот так вот. Где липкая эта сторона? Вот так. Все, оторваем. Ага. Давайте оторвем. Ну, вот. Давайте оторву. Давай. Вот так вот. Все. Вот посмотрите, на следующий год она будет давать урожай. Нам осталось обработать крону. Да. Против кого? Против пилильщика. Правильно, каких? Черные и зеленые. Нет, желтые. А, желтые. Ну, ладно, давай обработаем. Еще раз, давайте напомним, что мы добавляем. Здесь инсектицид. От вредителей обрыскивают инсектицидов. Здесь у меня медея. Медея. Да, медея. И немного мыла добавлено. Вот прямо опрыскивай крону. Вот так. Всегда, когда опрыскивают, значит, деревья, постарайтесь против, ну, как бы, против ветра, чтобы на вас раствор не попадал. А лучше всего обрабатывать в тихую, спокойную погоду, без ветра. Дорогие садоводы и огородники, пока Юлечка опрыскивает, не забудьте записаться на наш любимый канал «Жизнь на даче». Нажимайте на звоночек и ставьте лайки, а также пишите комментарии. Да, а мы вам ответим на все ваши вопросы. Октябрина, еще хочу спросить. Вот я знаю, что некоторые белят стволы. Это вообще делать надо или не надо? Да я никогда не белю. Это мы кору только портим. Ну, вот взять укрывной материал и вот так одеть юбочку. Вот так вот. Вот этот штамп. Вот так. То есть не до земли, да? Да, в один, там, в три слоя можно вот и тепло, и хорошо. И кора, как говорится, не сгорит от ожогов. Давай. А про какие ожоги вы все время говорите? Ну, солнечные, солнечные, да. Да, кора лопается от солнечных ожогов. Отрезка меняющейся температуры. Завязывай. Вот и все, вот вверху вот завяжешь, как юбочка, и внизу. И будет прекрасно. Вот так вот. Вот, прекрасно. Укрывной материал, если даже дожди или вы там что-то полили, то укрывной материал через два часа будет обязательно сухой. Не надо там газетами, потому что газеты мокрые или какими-то тряпками. Ничем больше не укрывайте. И не белите. Зачем белить? Вы же не в... Ваш сад не в парке. В парке там белят для красоты. Смотри, висит кирпич. Обработали. Замульчировали. Юбку одели. Ну, что еще сливе надо? Сломали ее. Залечили. Так что вот так вот, дорогие садоводы и огородники. Спасибо огромное, Октябрина. Я думаю, нашим зрителям была очень полезна вся информация, которую вы рассказали. Тем более вот про кирпич я вообще впервые услышала. И думаю, не только я. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. И самое главное, пишите комментарии. Спрашивайте. Октябрина ответит на все вопросы. Правильно. До свидания, дорогие садоводы и огородники. Самое главное, чтобы вы были все здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!